Сегодня ночью в этом доме внезапно эвакуировали людей в 35-ю школу по причине того, что в одной из квартир засел террорист предполагаемый. Известно сейчас, что это 25-летний житель Карачао-Черкесии, что он два дня назад снял здесь квартиру через один из сайтов объявлений. Здесь работают силовики, начали потихоньку убирать, вот видно осколки. Вот, осколки долетели с 10-го этажа. Сообщается, что взорвалась граната предварительно, но больше никто никаких комментариев не дает. Ночью, часов, наверное, около 12, я услышала взрыв. Мы выглянули в окно, мы подумали, что первое впечатление, что газ взорвался. Вышли на улицу и услышали, что парень какой-то, и кричит, что он взорвёт ещё раз себя, если кто-то будет его трогать, работники полиции, сказать, чтобы дом был на эвакуации, вывели всех, выводили в 35-ю школу, но мы с детьми катались по городу ночью. И в районе 4-х часов мы вернулись домой. Хлопок только с 10 до 11, по-моему, в этом районе слышали, и всё. Больше ничего такого, не придали значения, ничего. То есть вы не выходили, не смотрели? Не, не выходили, не смотрели. У нас окна выходили. У нас просто немножко на другую сторону окна выходят. Где-то в районе полдвенадцатого, где-то так, был взрыв, а потом мы легли спать. Как эвакуировали, где-то слышали? Слышали. Как же не слышали, сами выходили? Сами выходили, сами выбегали, кто в чём, хватали всё, что можно и было нельзя. Это очень страшно. Особенно, когда вот сейчас ещё девчонки рассказывают, что и лифты застревали, и выйти... Да, когда я не могла открыть дверь, подняться за сыном, это было очень страшно. Также известно, что после ЧП сюда прибыл губернатор Старопольского края. Он потребовал ужесточить контроль за съёмом сдачи жилья в городе.